Ну что ж, there is no light, на связи Чандр и Альмина. Здравствуйте! Погнали в пасть червю. Всё, нас сожрали. Прошло меньше 10 секунд, а нас уже съели. Отличная игра. Превосходная. Центральная станция. О, это хилка. Добро пожаловать в обучение по древу умений. Так, нажмите кнопки способность после использования любого умения... Омен, может быть. Чтобы отскочить в противоположную сторону. Так, каждое доступное оружие имеет свой набор навыков для изучения. Если иконка умения закрашена серым цветом, это означает, что его можно выучить. Если иконка умения закрыта, означает, что оно недоступно для изучения. Здесь отображается нужное количество эссенций смерти для изучения навыка. Здесь отображается, сколько у вас эссенций смерти имеется. Для получения эссенций смерти вам нужно убивать врагов и находить специальные сосуды, которые разбросаны по миру. Некоторых способностей есть демонстрационные видео. Для быстрого перемещения по миру воспользуйтесь соответствующей вкладкой. Для переключения вкладок нажимайте ЕКУ. На этом все, удачи. Спасибо. Превосходно. Может, меч прокачать? Не могу. Не могу. Обычный клинок. Ира. 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 Видимо, у нас еще нет, поэтому пошли отсюда. Жажда крови. Каждый удар оман по противнику или разрушаемому сооружению приносит больше ярости. О, это полезная тема. Так, ну это все. Хорошо. Дальше можем повзаимодействовать здесь. Количество смертей растяпы ноль. Этот идиот даже ни разу не умер. Я разочарован. О, то есть мы растяпы теперь, а не блондинчик. Ага. Это статистика у нас, видимо, да? Главное меню. Ой. Йентер. Я не знаю. 2, 4, 8, 9, 3, да? А. Ой. Меня перекинуло куда-то. Стоп. А куда меня перекинуло? Свип виджет какой-то. Выиграйте релизную версию Steam Key. Эта раздача закончилась 14 июня. А. Ого. Ага. Это меня перекинуло на раздачу, ребят, игрушки. Спасибо за элик. Спасибо от души, ребят. Спасибо. Так, ну это серая, да? Что-то серая. Серые бабочки. Серые бабочки мы не можем взаимодействовать, да? А вот и твой дом. Милый дом. Я обустраивал его своими заботливыми руками. Ну как? Я загипнизировал парочку простаков со станции, но самолично отдавал приказы. А если тебе что-то не нравится, то можешь жить на улице. Почему никто не ценит моих усилий? Я ведь такой хороший. В общем, это теперь твой дом. Через эту комнату ты можешь быстро вернуться на центральную станцию из почти любой точки подземки. Обживайся. И если тебя что-то не устраивает, то мне все равно. Да тут симпатичнее, чем в больнице. Да. Хотя в больнице рассказываю. Смотри, какая прекрасная больница у тебя. Возрадуйся. Спал в твоей кровати, ел твою еду. Может быть. Вам открылся доступ к инвентарю. Для открытия нажмите И. И нажал. Бестиарий есть. Ничего в бестиарии нет. Хорошо. Есть омен. А, омен это меч. Хорошо. Вы тоже не знаете, что тут творится. Я пытался узнать у стражи. Но они только и делают, что выкрикивают приказы. Стоило только отлучиться за станцией на пару дней. Я работаю в госпитале. Иногда нас отправляют в соседние поселения для осмотра жителей. Я думал, что наконец доберусь до дома. И отдохну после пришествия. Если повезет, может даже загляну в ресторан. Но теперь мне хотя бы на станцию-то попасть. Эй, я живу здесь. Попустите меня. Не могу понять. Там сначала был грохот, потом еще грохот. А потом все сразу затихло. Я так ждал. Мы долго-долго шли. Мне хотелось бы одним глазком посмотреть на центральную станцию. Не переживай, малыш. Посмотрим на нее в следующий раз. Что там произошло? Почему нам никто не может ничего объяснить? Почему, интересно, того ребенка не забрали? Не знаю. Он недостоин. Не избранный. И я, конечно, много рассказней про централку слышал. Но в живую виде богатства совсем другое дело. Ты видел этот храм весь золоте? Не то, что у нас бедняков. Ой. Надо выбирать. Я сам со станции Светлания. Почти самый дальний край фронтира. Жизнь там сложнее, чем на централке. Каждый день приходится трудиться, чтобы выжить. Работать приходится. Свечей у нас нет, поэтому собираем старое дерево для костра. Если бы не посылки с воском, то давно бы умерли от голода. О, ребят, спасибо. Спасибо, ребят, за элик. Спасибо. Сохраняйте спокойствие. Не толпитесь. Проход на станцию для посетителей закрыт. И даже для меня. И даже для меня. Значит, что? Вы посетители. И нужно открыть дверь. По-хорошему. Ну да. Что вы видели в храме? Рассказывайте. Мы с матушкой стояли в дальнем конце, ближе к входу. Поэтому мало чего заметили. Верно, верно. Клянусь, мы даже не видели, как этот человек пошел в храм. Он бы то бы появился из ниоткуда. Из-за ширмы появился. Ловкость рук и никакого мошенничества, знаете. Ну, ты верно. И мы вошли куда-то. Хорошо. Вот уже несколько дней, как он ушел в туннели. Я же говорила ему, не ходи туда, там опасно. Ну, что тут поделать. Мальчишки всегда все делают по-своему. Пыталась просить помощи у корпуса. Но стражи и так достаточно проблем. Думаете, стоит еще раз к офицеру корпуса обратиться? Выбирать. Ну, пусть да. Вы правда так думаете? Пожалуй, он хороший. Он может помочь. Это я хороший? Или кто хороший? Не знаю. Офицер корпуса? Не знаю. Ты на меч много смог бы выменить-то? А, так ты не в курсе. Ну, сразу видно, что не местный. Нимбус не такое богатое поселение, поэтому люди часто выменивают нужные вещи. Для этого здесь и сделали доску объявлений. Ну, это может только не для каждого, конечно. Но в основном народ использует доску для этого. Не обменяешь, Меть, а? Жаль. Ну ладно, право твое. Нашел в туннелях несколько пачек бинтов. Обменяю на восковой паек. Обменяю старый чайник на платье без дырок. Спрашивать в хижине рядом с восковым деревом. О, восковой паек. Собираюсь отправиться на дальнюю станцию во фронтир. Если хотите составить компанию, заглядывайте ко мне. Хижина к югу от колодца. О, надо эту пати собрать. Где колодец? Ты видишь колодец? Я не вижу. Нам нужен колодец. Нам нужна хижина к югу от колодца. Ну-ка. Что вы видели в храме? Говори и не смей врать мне, я узнаю. Почти ничего, господин. Как и все. Какая-то фигура пробравилась в храм. Кажется, у нее было три руки. Это... Ага. Ну, хорошо. Да, хорошо. Допустим. Мужчина у нас, видимо, такой. Знатный. Выделяющийся, я бы даже сказал. Трехрукий. Угу. Так. Сходили налево, теперь направо. Видимо. Вы были в храме, когда случилось? Что вы видели? Почти ничего, господин. Сперва это все шло как обычно. Но тут вдруг появилась какая-то фигура с мечом. Кажется, у него было три руки. Или три глаза. Не помню точно. Ясно. Ясно, понятно. Ладно, идите домой и изобретите дверь. Корпус солнца проводит официальное расследование. Мы найдем того, кто это сделал. Три руки или три глаза. Ну, легко перепутать. Вы прохороший, да. Так, стоп. Мы же там ничего не нашли. Я бабочек не вижу, Оль. Может, куда-нибудь еще есть. Где-нибудь бабочек. Ну, я пытаюсь. Я же пытался пройти. Ты же видела. Видишь? Ага. А там, может, это стекло какое-нибудь. Разбить не могу. Ну, куда нам? А значит, только налево. А, налево мы все поиследуем. А, вниз. А вниз еще есть. Не, вниз это дом. А, да. Дом, милый дом. Дом, милый дом. И мы можем только... Ну, как бы... Нет. Пошли отсюда. Можем, но не можем. А вот это не туннель какой-то? О-о-о, смотри. Нет. Это не туннель. Не менять. Поговорить с бабкой нельзя. Тут ничего. Что-то прозевали. Смотри внимательнее, Оль. Смотри. Спасибо за Эрик, ребят. Ну-ка. Может, где-то здесь? Ну, вон, сверху нет, там ничего нет. О! Нет, это... Это проход, Тволь. Это проход сюда. Наверное, запрыгнуть не могу. Здесь тоже. Все, мы вроде разузнали. Мы поняли, что нам нужно найти какой-то... Колодец. Это мы ловим. А во! О, а куда она тут? Ну, совершенно неявная тема. Новый нимбус. Вот что-то можно сделать. Смотри. Туда нужно попасть? Видимо, да. Впервые в нимбусе. Это относительно новое поселение. Хотя, и с большой историей. Место, в котором ты находишься, называется Новый нимбус. Ну, когда-то был и старый. Вернее, когда-то был просто нимбус. Поселение на подходах к центральной станции. Со временем жить там стало опаснее. Люди пропадали пачками. Поэтому отец решил переселить жителей на новое место. К тому же, в самом разгаре была война с лунным орденом и корпуса. Не... Корпусу необходима была база. Так что, как только жители оказались на новом месте, они тут же принялись строить укрепление и трудиться ради победы. Здесь большая часть жителей или ветераны войны, или их потомки. В старое место отец переоборудовал под свалку. Хорошо. И там через верх можно. Я вижу через силу огонь. Ага, вижу, 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 боже. Все, я вижу, там можно. Это бордель? Мисс, вы видели, что произошло в храме? Возможно, вы знаете что-то, что вам можно поймать этого элитика? Спасибо за элитик, спасибо. Он двигался очень быстро, а сложно было разглядеть. Кажется, у него были светлые волосы. Или он был лысым, да, я не помню точно. Ну, что равно помню, явно. Ну, светлые волосы, на самом деле, это зацепка. Она опасна. Так. Мне опаснее, чем мы. Что-то нашла. Что-то нашли мы. Вы можете запретить выбор конкретного оружия, нажав на него левую кнопку мыши выметить. Что? А зачем это? Вон там страничка, одна из тридцати девяти. Мы какой-то мандациум нашли. Супербия. Есть мандациум, есть супербия. Запретить не могу, на самом деле. Нажмите левую кнопку. Нифига. А, во. Ну, такой. А. Зажать и отвести. Омин нельзя запретить. Можно только мандациум и супербию запретить. Ну, посмотрим. Я не понимаю, что это. Попробую оставим. Да. Сюда, что ли? А мы там со всеми поговорили? Дядь, дядь, как тебе наше место? Доски сами таскает устанели. Стражники ругались, конечно, но что они нам сделали-то? Нас сначала поймать надо. Здорово мы тут все устроили, а? Я знал, а мальчишки думали, что это глупая идея. Но им потом тоже понравилось. Теперь у нас есть свое место, о котором никто не знает. Только взрослым про него не говори, ладушки. Хорошо. Открыстуль. Это эссенция смерти? Возможно. Тут как-то путешественник проходил странный такой. Говорил, что прилетел сюда на са-са-са-сам о чем-то. Рассказывал про всякие удивительные места. Ты знал, что в депо это место такое рядом с Централкой? Так вот, там живут пауки, которые крадут лица. Говорят, у них даже деревня своя где-то была. Хотел бы ее увидеть. Все лучше, чем этот Нимбус. Тут... То есть она хочет, чтобы у нее лицо украли? Ага. Вот просто уйду отсюда. Куда? Ой, да куда угодно. Подальше отсюда. Буду искать приключений. Эй, как думаешь, кто сильнее, корпус солнца или орден? Корпус, конечно. Он же в войне-то победил. Да, я вот тоже думаю. Орден сильнее. Но в каком месте он сильнее, если его не существует больше, болван? Сам ты болван. Кто тебе сказал, что его нет, а? А в туннеле нам почему заходить нельзя, как думаешь? Потому что вот где орден-то и затаился. Набирает силы, чтобы снова напасть. Ну вот как нападут, тогда и посмотрим, кто сильнее. И ты бы... Завязывал с такими вопросами. Ой, а ты чего? Да ничего, голова на плечо сильно давит. Ты завязывай. У меня шапку заменьше казнили. Папку. Папку за шапку. Ой. Ну, по идее, мы, получается, собрали эссенцию. Эссенция смерти, наверное. Не знаю. Не знаю. Один из тридцать девяти. Вот один из тридцать девяти. А, бестиарий. О, новый Нимбус. В бестиарии. Ага. Ну, логично, да. Ну, так книжка, видимо. Самая крупная после центральной станции поселение. Людишек, однако, разница со столицей видна невооруженным глазом. Жизнь в Нимбусе гораздо беднее. Людишкам каждый день приходится бороться за существование. Несмотрительность путешественника поджигает множество опасностей в коридорах вокруг станции, поэтому местные жители редко выходят за пределы Нимбуса, предпочитая оставаться под защитой стражи. Все, все. Когда в червя заходили, новая началась, да. Идет 15-24. Опа. Шпустились. Теперь налево, видимо. Или вниз. О, там внизу очень много чего. Длань, что мне делать? Что мне делать? Укажи мне путь, Длань. А, что? Извини, да. Ага, проблема. Лицо у тебя честное. Не сболтнешь ведь, кому не стоит, а? С братом у меня проблема. Связался с этими мятежниками. Чушь несет всякую про жизнь на поверхности. Все же знают, что люди на поверхности выжить не способны. И ладно бы он только себя гробил. Так если его поймают, всю семью под нож пусят. Вот и думаю, давайте его стражи. Или одумается еще. Парень-то хороший, просто в компанию плохую попал. Чего скажешь? Думаешь, настучается на него корпус? Давай нет. Давай. Не стоит, говоришь? Ну, может и не стоит. Лучше сам с ним поговорю. Объясню ему, во что он нас всех тягивает. А потом мы узнаем, что их на самом деле всех поперерезали, а? Что ты видел в храме? Память на старость уже не та, но я помню меч точно. Никогда не видел такого меча за всю жизнь. Это была третья рука. О, колодец. Где-то-то-то-то-то-то-то-то. О, колодец. Вот этот мужчина нам нужен, наверное. Погоди, я хочу сначала вот сюда сходить. Давай в другой. Надо дальше. Здесь бабочки. Не сходить. Паркурим опять-таки. Куда-то лезем, куда-то ползем. Опять паркурим. Куда-то лезем, куда-то ползем. Чузово, ты в себе какую-то грудь сносишь? Да, по глазам видно. Думаю, ты меня точно поймешь. С тех пор, как жена природах умерла, места себе не могу найти. Если бы ребенок еще выжил, может и был бы какой-то смысл жить. А так, зачем? Дни стали пустыми. Каждый угол в нимбусе про них напоминает. Думал уйти тут в корпус. Сразу надо нажимать вопрос, чтобы не просрать. Раньше думали, что в том направлении пройти невозможно из-за завала. Но разведчики нашли проход. Земли, куда раньше не ступала нога человека. Кто знает, что там может быть. Работа, конечно, опасная, но быть первопроходцем большая честь. Новый старт, новые возможности. Вот только не могу отпустить воспоминания о жене и детях. Понимаю, надо жить дальше. Но что я без них, без этой боли? И по правде, я уже привык к ней. Не представляю себя. Может, ты подскажешь, отправиться ли мне к первопроходцам? Вперед. Ты прав. Знаю, что прав. Я и сам знаю, что это верное решение. Но все никак смелости не наберусь. Схожу на могилу к Жене, а потом отправлюсь к офицеру. Вещь я уже давно собрал. Молодец. Спасибо за элик, ребят, спасибо. Адлань Великая, что это такое? Не подходите близко. Оно может быть опасно. Еще бы. Оно определенно опасно. Готов поспорить. Оно только ждет, чтобы кто-то подошел поближе. Кто-нибудь скорее позовите стражу. Что за чай мы и сами справимся? Залезем в логово паука и достанем оттуда паука. И заберем паука. Паука забрали. Все. Расходимся. Ой, я стол могу поднять. Женщина, нужен стол. Отдаю за воск. Дайте воска немножко. Или чайник дырявый. За чайник. За чайник. Старый чайник. Обменяй на стол. Тут ты, да? Ладно, поехали. Надо вниз ходить, а потом уже колоть. Ага. Ну, колоть нам точно нужен. Сколько смертей? Ради чего все это? Мой отец и брат погибли на этой войне, а мы остались с мамой одни. Я понимаю, что Орден был нашим врагом. Я видела, что они сделали с людьми. Но я не перестаю думать, был ли в этом смысл в этой войне. Неужели нельзя было решить все иначе? Думаете, люди могут обойтись без кровопролития? Ну, пусть да. Мне тоже хотелось бы в это верить. Надеюсь, когда-нибудь люди забудут о том, что когда-то проливается кровь друг друга. Но вообще-то люди не могут без кровопролития. Это же опасного человека. Ой, сколько бабочек. Ты видела, сколько бабочек? А куда мы идем? Оля, мы куда? Куда мы идем, Оля? Я не знаю. Оля, куда мы идем? А вдруг мы не вернемся? Объясни мне, куда мы... Оля! А вдруг мы не вернемся? Для ознакомления с работой каждого оружия пройдите обучение. Мне кажется, надо вернуться. Потому что мы можем не вернуться. Так, погодьте. Еще девочка какая-то. Дядь, не ходи дальше в тоннели. Оттуда страшные звуки доносятся. Говорят, парень соседский. Как-то ушел туда и не вернулся. Иногда оттуда плач можно услышать. Почти как человеческий, жутко. Ух, ух. Смотри, а Женька что-то знает. Женька что-то знает. Спасибо, дружище, за элик. Спасибо. Мне сказали, что ты сражался как настоящий герой, но нет никакого героизма в том, чтобы умереть в темном туннеле вдали от своих родных. Ты не заслуживал такой участи. Эта церковь забрала тебя у меня. И поверь, я никогда этого не забуду, как и не забуду нашу с тобой любовь. Ух. Остин Тернер, военный медик и герой. Словно ангел спасал жизни многих своих товарищей. Благодаря его усилиям, многие из солдат вернулись домой и к своим семьям. Остин Тернер пал от рук врага в битве за бездну. Овель Мик. Эй, Овель. Ему было всего 14 лет. Самый юный герой войны. Он без страха пробирался вглубь позиции врага и выискивал важнейшие данные. Овель попал во время одной из миссий, но его героизм никогда не будет забыт. Дорогой брат, стоять с тобой в строю и быть служителем корпуса было для меня величайшей честью. Теперь я больше не могу быть его частью. Это было тяжело даже при наличии всех конечностей. Но я не жалуюсь, дружище. Я просто тоскую по самому близкому мне человеку. Мне повезло больше, чем тебе, но рано или поздно мы встретимся с тобой опять. Длань укажет нам путь. Другой Виктор, говорят, что теперь ты герой, но я знаю, что ты был им всегда. Надеюсь, что Длань позаботится о твоей душе и твоих заслуги не будут забыты. Только знай, что без тебя мой путь стал блеклым и бессмысленным, несмотря на слова отца. Я так больше не могу. Ну, там есть речка, можно утопиться. Все как Островский завещал, да, колодцем. Тяжелые времена в нынче нимбусе настали. Из-за перебоев с поставками корпуса жестко следит за всеми расходами. Как назло дети заболели, без лекарств не протянут долго. В соседе лекарства целая куча набралась. Они ему без надобности, так все равно не отдает. Говорит, мол, обменяю, а так просто не отдам. Так мне и обменивать-то не на что. Вот и думаю, своровать у него, что ли? Совсем, ну, так, чуточку, чтобы вылечить людей. Но это как-то неправильно. Глайн запрещает воровать. Но боюсь, если промедлить, могу детей своих потерять. Думаешь, она того стоит? Конечно! Иди храпь! Опасно это дело. Если корпус поймает, точно повесит. Другого выхода нет. Если дети погибнут, никогда себе это не упрощу. Там общее это... Видела? Зеленое и красное. То есть, если мы даем типа правильные ответы, то мы добренькие, может быть, злодеями будем? А наверху идти? Куда? Надо вверх откололаться. А нам же вниз откололаться нужно было. Вверх откололаться, это мы пришли же. Что значит, нет? Вот. Вот. Я уже забыла, откуда мы пришли. Ну тут все так, это, лабиринтиана целая, да? Да, да. Потом мы так по кругля ходили, походили, походили, походили. Ой, понакрутили. Ящик подломаю. А, ограбишь. О, правильно. Охрабь. Курованы. Ну что, поехали в обучение? Да. Обучение. Оторванным рукам. Да? Давай попробуем. Обучаемся отрыванию рук, ребят. Мне кажется, нам плохо. Ага. А, лезвая была тварь, да? В какой-то момент я думал, что придется соскабливать тебя с пола. Но ты показал ей, что ты здесь самый крутой. Ну, после меня, конечно. Так, зачем я тебя позвал? А, точно. Пришло время потренироваться. Нарастить мяса на твое дряхлое смертное тело. Сегодня в меню перчатки Супербия. Так, Владничек, запомни. При помощи перчаток ты можешь наносить удары очень быстро. Но еще бы. Они же очень легкие. Попробуй помахать двуручным мечом с такой скоростью. Супербия. Единственное оружие, с помощью которого ты можешь нанести три удара подряд. Попробуй. Только не смотри... Смотри не задень меня, а то превращу тебя в кусок. Ну, понятно. Перчатки Супербия. Единственное оружие, которое способно совершать комбо из трех атак. Один. Два. Три. Хорошо. Совершить комбо из трех ударов из Супербия. На тройку переключаемся. Это у нас перчатки Супербия, правильно? Один Омен, два неизвестно, три Супербия, четыре недоступно. Хорошо. Раз, два, три. О! О, аккуратней, блондинчик. Если ты будешь слишком часто носить удары перчатками, они перегреются. Когда они перегреются, ты можешь выпустить волну энергии. Перчатки перенесут тебя к ближайшему счастливчику, которому не повезло оказаться у тебя на пути. Не переживай, тем, кто будет стоять рядом с ним, тоже достанется. При заполнении шкалы ярости Супербия перегревается. В состоянии перегрева невозможно наносить удары, но можно использовать способность или сменить оружие. Способность Супербия наносит три единицы урона. После использования способности Супербия сломается и будет недоступна некоторое время. Вау. То есть надо... Короче, это для нанесения быстрого, бурстового урона. Раз, 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 раз и всё, да? Видимо, да. Накопите ярость и используйте способность Супербия. Ну, пока откат быстрый был. Да, быстрый. Послушай, блондинчик, перчатки можно использовать не только в бою. Ты можешь использовать их силу, чтобы ненадолго увеличить свою скорость. Правда, после этого ты не сможешь использоваться ими какое-то время. Попробуй, возможно, когда-нибудь это спасёт тебе жизнь. Мне не придётся опять мать руки и возрождать тебя. При задержании кнопки способности Супербия ломается и накладывает положительный эффект ускорения. В этом состоянии герой получает бонус скорости при движении атакам. Так, Супербия. Теперь мы делаем... Зажали. Надеюсь, моя мудрость не прошла мимо твоей пустой головы. Ненадолго, кстати. Урок на сегодня закончен. Мне что-то скучно на тебя смотреть. Класс свободен. Весёлых вам каникул. А чего ты там смотришь на меня, блондинчик? Давай, полезай в червя. Уже? Уже. Уже каникул. Спасибо за Эликс. Ой, Эликс. За Эликс, да. Эликс. Спасибо за Эликс, да. Спасибо. Так, осталось два обучения. Обучение по ломаному мечу и... Какой-то спрашиваешь, что ты... Да. Продолжение следует...